Миф о Прометее Миф о Прометее, получивший важное значение в греческой религии, ставший одним из любимых предметов в древнегреческой поэзии, представляет собой легенду о ходе развития человеческой цивилизации. Прометей, сын Титана и Епета, был первоначально подобно богу Гермесу олицетворением огня в его применении к потребностям человека. Из этого развилась в мифах понятие о нем как о представителе влечения человека к умственному развитию, к владычеству над природой. Развилась мысль о том, что это влечение легко приводит человека к сопротивлению богам, к восстанию против них. У поэта Гесеода миф о Прометее рассказывается так. Люди, по внушению Прометея, стали при жертвоприношениях не давать богам должной доли. Они оставляли себе все мясо и все пригодные для пищи внутренности животного приносимого в жертву, а на долю богам сжигали только кости, для обмана обернув их салом. Зевс за это отнял у людей огонь и спрятал у себя. Но Прометей похитил божественный огонь, спрятал в тростинку с рыхлой сердцевины и принес людям. Это преступление было началом греховности, которая укоренилась после этого у людей. И Прометей и люди подверглись за это наказанию. Разгневанный Зевс велел Гефесту сделать из глины девушку божественного роста и вида и дал ей голос. Все боги одарили ее всем самым прекрасным, чем владели. Поэтому она была названа Пандорой, одаренной всеми совершенствами. Богиня Афина научила ее искусным рукоделием. Афродита придала ей красоту, обольстительную томность, умение нравиться. А Гермес вложил в нее вкратчивость и хитрость. Хариты и Оры прекрасно нарядили ее драгоценными уборами и прелестнейшими цветами, так что она стала восхитительной для богов и для людей. Гермес привел ее к опрометчивому Эпиметею, титану и брату Прометея. Он женился на ней, не послушав предостережений Прометея. Приданным у Пандоры был плотно закрытый глиняный сосуд, куда Зевс вложил все трудности, бедствия и болезни человеческой жизни. Когда Пандора из любопытства сняла крышку с этого сосуда, они вылетели оттуда, разлетелись по земле и по морю и с той поры мучать людей. Облегчением человеку осталась только надежда. Мы видим из этого мифа, что греки считали источником дурного в человеческой жизни не саму природу человека, а вражду между двумя династиями богов. По мифу был наказан Зевсом и Прометей. Он был прикован к столбу. Орел каждый день пожирал его печень, которая ночью снова вырастала. Но потом Геракл убил орла, освободил Прометей от оков и примирил с Зевсом. У драматурга Исхила прикованный Прометей – Титан, сын богини Фемиды, знающий от нее все тайны будущего. При войне олимпийских богов с титанами Прометей отделился от титанов, встал на сторону Зевса и своими умными советами помог ему победить. Но, сделавшись владыкой вселенной, Зевс хотел истребить людей и создать новый род человеческий. Прометей спас людей и дал им огонь, употребление которого – начало всех улучшений в человеческой жизни, основание владычества человека над природой. Прометей научил людей строить жилища, знать время восхождения небесных светил и пути их, научил считать, писать, узнавать будущее, приносить жертвы, научил их врачебному искусству, мореплаванию, другим знаниям, служащим на благо жизни. За эти благодеяния людям Прометей был по повелению Зевса прикован медными цепями к утесу в бездонной пустыне скифской страны. Там сжет его днем палящий зной солнца, ночью мучает иней мороза, так что он завидует судьбе своих братьев, низвергнутых богами в Тартар. Но, как ни тяжкие страдания Прометею, твердость души его остается непреклонна. Он страдает за самоотверженную любовь к людям. Сознание этого подкрепляет его, и он мужественно выносит мучения. Прометею известен час, когда постигнет Зевса Кара, на который обречен проклятием сын Крона, низложивший отца. Это знание – тайна Прометея, и никакие угрозы Зевса не могут вырвать ее у него. Таково содержание второй из трех трагедий Схила, написанных на тему мифа о Прометее. Только вторая дошла до нас, первая и третья погибли. Третья трагедия изображала мучение Прометей, прикованного к скале, и избавление его. Ее содержание было таково. Кентавр Херон, помощник людям, страдающий неисцелимой раной, добровольно пошел за Прометея в Тартар, давая своим самопожертвованиям искупление ему. Геракл убивает орла, который терзал Прометея. Зевс примиряется с Прометеем и восстанавливается мир между олимпийцами и титанами. Прометей будет носить, как символы своих страданий, венок из ветви ивы на голове и железное кольцо на руке. Еще один миф о Прометее, который также дал содержание многим произведениям искусства и поэзии, говорил, что Прометей был создателем людей. По одному рассказу при начале мира, по другому – после потока. Он вылепил тела людей из глины. Он же и оживотворил их посредством небесного огня. Правда, по другим рассказам, жизнь в них была вложена другими богами или силами природы. Прометей – это человеческий дух, стремящийся к свободе, чувствующий себя владыкой природы и в сознании своей силы, восстающей против самого царя богов – Зевса. Миф о Прометее – миф о пробуждении человеческого самосознания, о борьбе и страданиях, которыми сопровождается это пробуждение. Женщи. Продолжение следует...